можно ли построить крепкие стильные объемные ноги хорошей правильной формы без приседаний привет друзья решил я записать для вас такую небольшую новую серию роликов побрился немного вот туда немножко побрился пойдет решил для вас записать новую серию роликов посвященную различным мифам связанным с фитнесом бодибилдингом эти вопросы часто задают на семинарах эти вопросы часто задают в интернете на них ищут ответы и поэтому я решил а почему бы не ответить на них раз и навсегда либо какие-то мифы развеять либо какие-то мифы подтвердить соответственно поэтому я хочу вас попросить под этим видео написать какие мифы о фитнесе вы знаете вы помните вот я и закрываю вот так вот вот это вот вот После тренировки у меня будет протеинчик. Ну и что, погнали. Все, я пришел уже в спортлайф. Такая раздевалочка, там дальше сауна. Никого нету в зале естественно, потому что половина первого. У меня пальцы уже чешутся от сутрулина и уши. Ну это буквально проходит минут до 10, ребят, поэтому кто купит рейдж, не пугайтесь, этот эффект такого кровоснабжения не уходил силеного и того, что почесывается, он быстро проходит. Курта, поесть. Вот, ведь я его уже поднабрал после травмы. Уже не такой дрищ, а, ну, по крайней мере, я надеюсь, я уже не такой дрищ как был, потому что было прям вообще дико. Было дико отстойно. Какая-то, я еще немножко жирненький. Даже Арина сказал, что я жирный. Всем вам рекомендую. Это называется штангетки. И на каждую тонировку ног купите в них. Купите любые, я знаю, кто из российского производства, очень неплохие ребята их хвалят. Эти, кстати, очень удобные. Это первая самая модель рыбок, ей уже кучу лет, прям кучу лет, пять, наверное. Конечно, они в идеальном состоянии, будто бы их на самом деле первый раз одел. Очень удобно. Просто они выглядят просто ущербно. Они стрёмные, смотрите. Просто они страшные. Страшнее, чем моя жизнь. Ну, это очень удобная обувь и, ну, просто тратиться на новые, более симпатичные, как-то мне, ну, не знаю, кажется глупостью. А вот еще небольшая мотивация, друзья. Давайте так, кто напишет самый интересный, самый прикольный комментарий к этому видео, тот получит от меня в подарок вот такую футболку Самотекс. У нас такой спартанец нарисован. Вот. Так что, кто хочет подарочек, пишите свои комменты, пишите самые главные фитнес-мифы. И вы получите от меня подарок футболку. Всё, теперь идём в зал. Ну что, всё, погнали. Начинаем делать аккардио. Можно ли построить крепкие, сильные, объёмные ноги, хорошей, правильной формы, без приседаний? На мой взгляд, однозначно да. Давайте начнём с того самого простого. Ввиду индивидуальных антропометрических данных, длины костей в частности, тут разные могут быть у людей, бедренная кость, берцовая кость, немного по-разному работать, зазобедренный сустав, зазобедренные доминанты, распределять между собой нагрузки. И из этого мы получаем, что у двух людей во время приседа абсолютно разные мышцы работают. И что это нам даёт? Вы должны понимать, что мы берём, например, девочку. Это самый лучший пример. Вот девочка хочет накачать себе жопу. Жопу сочную, крепкую. Чтобы все проходящие парни оборачивались, а проходящие девушки мимо оборачивались ещё чаще, завидовали и ненавидели её. Вот пришёл она в зал, ей тренер говорит, ну, хочешь хороший орех, нужно приседать. Бедняжка приседает, приседает, при этом у неё болит поясница, жопа не растёт вообще, а квадры становятся такие уже мощнецкие, уже не влазится на ней в одни джинсы свои в обтяжечку красивые. При этом жопы как не было, так и нет, огромный квадрицепс. Явно присед ей не подходит. Хотя, казалось бы, и как хотелось, чтобы от приседа выросла красивая попа. О чём я сейчас говорю? О том, что распределение нагрузки в приседаниях абсолютно разное. Соответственно, если вам присед подходит, это одно дело. Второе дело, что, скорее всего, вы и можете технически выполнять неправильно его, а во-вторых, просто ваша антропометрия может не позволять вам правильно тренироваться. Соответственно, приседания как база для строительства ног может вам не подходить. Ведь вы же знаете кучу ребят, которые хотят как раз-таки мощные квадрицепс, зубицепс бедра, мощные ноги, а у них жопа такая, как тумбочка выпирает, а ноги посредственно выглядят. То есть, опять же, неверное распределение нагрузки. Поэтому в плане бодибилдинга и фитнеса приседания, движение не самое нужное. Это первый, так скажем, минус. Кстати, минус номер два. Это травмоопасность. Это травмоопасность упражнения. Но тут нужно понимать, что любое движение, включая жим ногами, ничуть не менее безопасно. Мы сейчас говорим о возможности получения грыжи. Грыжи, грыжи L5-S1, самые часто распространенные, которые возникают у спортсменов из-за так называемого клювка или подгибания крестца во время жимовых движений ногами. Потому что приседания тоже, по сути, жимовое движение. Просто тут вы не толкаете от себя снаряд, а отталкиваете себя от пола. Но чисто механически ничего не меняется. Поэтому в плане грыжи поясницы жим ногами ничем, ни в чем не безопаснее, чем присед. А зачастую из-за избыточного веса, который нагружают люди в жиме ногами, из-за того, что пытаются пружинить внизу, жим ногами может быть даже более травмоопасным. Поэтому, поняли, да, меня? Присед может быть даже лучше в этом смысле. Поэтому травмоопасность – это два. Приседе избежать ее можно, точнее снизить степень риска. Первый номер – это, конечно же, съемка себя со стороны, видеофиксация, разбор слабых зон с тренером, улучшение техники движения. Это раз. Но с самой идеальной техникой все равно можно постепенно убивать поясницу, позвоночник. Почему? Нужна разминка. Запомните, что каждая тренировка должна начинаться у вас с разминки в сочетании гиперэкстензии плюс мышцы кора, мышцы пресса. А тренировка ног обязательно должна включать в себя в разминке еще и с маленьким весом многоповторные сгибания, прогрев бицепса бедра. Именно бицепса бедра. Зачастую я вижу, что спортсмены приходят и разминают квадрицепс, но на самом-то деле этого толка немного. Это можно сделать с маленьким стартовым весом в приседаниях и жимах, просто поприседав на месте. Квадри этого хватит для прогрева, потому что никаким образом квадрицепс тут не нужен. Разминать нужно бицепс бедра, греть его, потому что именно эластичность, прогретность бицепса бедра влияет на то, чтобы он не тянул крестец вниз, потому что он к нему, грубо говоря, собственно и крепится. Это забедренная доминанта, работающая в разгибании во время вашего движения. Это поясницы, ягодицы, бицепс бедра вас и разгибают. То есть они вас выпрямляют. Приседаете или отжимаете от себя ногами что-либо, толкаете. В основном нагрузка по стабилизации коленного сустава, позвоночника ложится на эти мышцы. А квадрицепс просто разгибает коленный сустав. Это его основная задача. И даже на прогрев колена разгибания не так сильно влияют коленного сустава, как прогрев витепс бедра. Поэтому не заплывайте, не упускайте. Это снизит травмоопасность. Это все, так скажем, чисто касательно движений. Теперь, рассказы про то, что приседания стимулируют выработку гормонов. Где-то, как-то там у вас. Я слышал, что одни люди говорят, что у них в ногах гормоны вырабатываются. Короче, ереси много. Давайте разберемся. У натуралов улучшение выработки гормонов вызывает банальное улучшение кровообращения в области таза. То есть то же самое кардио полезно. Любые упражнения на ноги, где работает тазобедренный сустав, где работают бедра, полезны. Потому что, вы не поверите, но ваши органы внутренней секреции, ваши железы внутренней секреции, ваш мозг не знает, по сути, что вы делаете. Он знает, где кровообращение происходит. Он знает, что мышцы находятся под напряжением. И знает, что они сокращаются и растягиваются под напряжением. Это, кстати, разговор вообще о всех упражнениях. Мозг не знает, вы жмете штангу лежа или отжимаетесь от пола. Он понимает интенсивность и то, что работает мышечная группа. Отправляет он электромагнитные импульсы к мышце и тем самым вызывает ее сокращение. Поэтому присед не вызывает никаких у вас гормональных выбросов. Те вызывает, но не больше, не меньше, чем простая физическая активность, направленная на органы малого таза. Все движения являются, в том числе, профилактикой простатита. Это важно, это нужно. Если у вас сидячая работа, то минимум 6 тысяч шагов по нормам Сиддлера, социации здравоохранения. А лучше бы, конечно, не 6 тысяч, а 10 тысяч шагов в сутки выполнять вам, не считая отдельных кардио-сессий, если вы занимаетесь фитнесом. Просто для сохранения минимального уровня здоровья необходимо. Ну, а дальше я буду, конечно, рассказывать уже в зале. Ну, сейчас, да и фу, уже 11 минут кардио, вся моя разминка выполнена. Можно тормозить. Опа! Можно тормозить и отправляться к дальнейшему тренировочному процессу. Теперь давайте по-честному. Растит ли именно присед ноги и в целом улучшает ваш рост? Нет именно слова приседания, как только и как таковое... Что ты хочешь, чтобы тебя сняли? Так вот, о чем я? Присед. Присед не является фактором роста. Само слово и самоуправление. Не удалю, даже не проси. Не, подожди, это я разве сейчас прыгал тут? Не я. Вот так люди обычно тренируются, видите, с телефоном. Вот так готовятся соревнования в бодифитнес. Лежишь себе в жиме ногами и растешь. Потому что обеспечены факторы роста. Давайте про которые я и скажу. Само слово приседания или какое-либо движение базовое не является фактором роста. Всего лишь одно из упражнений. Второе увлекает, да, большой объем мышечной ткани в работе. Много мышечных групп. И принципиально важное значение в выполнении базовых движений имеется для тех, кто в них соревнуется. Это уже чистый спорт. Это соревновательные движения, в которых оценивается ваш разовый максимум. Ну, либо многоповторный максимум, например, в русском жиме. Да, где собственный вес, либо 100 кг жмут на количество. Но это уже отработка техники, вырабатывание веса и так далее. Обеспечение именно силовых характеристик. Оптимизация выполнения движения, ампультуз движения. Есть отдельные факторы роста, которые обеспечивают рост. Тавтология, ну, уж я не виноват, что рост и факторы роста имеют одну и ту же этимологию. Везде мы используем слово рост. Факторы мышечного роста, которые существуют, я коснусь в отдельном видео. Поэтому, кто хочет об этом узнать, да, то есть какие нужно правила соблюдать, хотя бы самые основные, чтобы обеспечить максимально эффективный рост вашей мышечной ткани. Ставьте в комментах плюсик, напишите по этому поводу свои мысли. И напишите, кстати, какие, думаете, факторы роста есть. Возможно, о чем-то что-то я могу упустить во время того, как буду снимать ролик. Я пробегусь по комментам и добавлю обязательно, что же является. Итак, смотри, кстати, на футболочек. Получается, у нас будет на две футболки на розыгрыш, друзья. Первое, кто напишет мне факторы роста, самый интересный коммент, да, по факторам роста, что обеспечит мышечный рост, это коммент номер один. Даю вам недельку на комментарии под роликом, ну, чтобы быстрее дать ответы. Прям в комментариях я там, где мне понравится, напишу, что именно лично мне понравилось, данный комментарий, попрошу уже со мной связаться. Вы потом подтвердите, что это ваш коммент, ответите мне в ответ кинете ссылку на инстаграм, либо на ВК, и уже с вами там свяжется мой сотрудник. Поэтому футболку номер один мы дарим человеку, который напишет самый интересный повод, пост, коммент о заблуждениях в фитнесе. И второй, вторую футболку, второй подарок, я подарю тому, кто напишет самый интересный комментарий касательно факторов мышечного роста. Вторых я расскажу в следующем ролике. Теперь, подводя итог, можно ли накачать крепкие, объемные ноги без приседаний? Однозначно можно. А главное, чтобы вы могли проработать на тренировке, ягодичные мышцы, бицепс бедра, квадрицепс и икроножные. Икроножные тоже коснемся отдельно, расскажу, что с ними и как. Поэтому вам нужно потренировать все эти мышцы, обеспечить факторы роста. И все, приседания нет, не нужны. Это отличное упражнение, оно чудесное. Если вы умеете его делать, оно будет хорошо под спорьем, оно эффективное. Можно вообще, когда у вас всего 20 минут, приседаниями убиться дропсетами так, что больше ничего будет и не нужно, особенно, если они подходят вам анатомически. Поэтому, друзья, приседайте, если вам это нравится. Либо строите свой тренировочный сплет таким образом, чтобы приседаний в нем не было. Если вы их боитесь, если у вас не получается, если у вас гуляют коллеги, если у вас уже больная поясница, уберите присед и без него я гарантирую, что вы можете построить не только крепкие ноги, но и в том числе чемпионские ноги, если такая цель перед вами стоит даже в условиях ограниченного комплекта движений. Будьте здоровы, поставьте палец вверх и порекомендуйте вашим друзьям подписаться на канал. Особенно будет круто, если, мало ли, вы сделали сейчас скриншотик финала, если смотрите ролик с телефона. И просто киньте его в инстаграм и сделайте свайп на этот ролик. Буду вам очень благодарен. И отметьте еще меня. Тогда я сделаю репост по себе в инсту. Всех обнял. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова